Аня была довольна тем, как складывается ее жизнь. Молодая красивая девушка недавно стала правой рукой отца в его фирме. В принципе, все желания Ани родители исполняли, ведь она была единственным ребенком в семье. Но чем дальше, тем интереснее становилось ей жить. Аня окончила экономический институт, отец купил ей просторную двухкомнатную квартиру, и если раньше машина у девушки была простенькая, служила средством передвижения и только. Отец сказал «научись водить на такой, может еще разобьешь». То сразу после получения диплома родители вручили Ане ключи от новенькой иномарки. Но главное – карьера. У отца была процветающая компания по производству деревянных домов, и Аня теперь стала заместителем директора по социальным вопросам. Отец тихо посмеивался. Он понимал, что без этой должности компания может отлично обойтись, но в то же время Ане нужно было учиться, овладевать на практике основами бизнеса. Когда она приобретет опыт работы с клиентами, тогда понемногу и станет настоящей помощницей Кириллу Владимировичу. В тот год они с отцом договорились. Сначала в отпуск уходит Аня, а потом Кирилл Владимирович уезжает в длительную командировку, договариваться с новыми поставщиками. Аня выбрала ЮАР. С Европой она давно уже познакомилась, Таиланд ей не понравился, а тут такая романтика, можно было говорить друзьям. Вот, мне захотелось постоять на мысе Доброй Надежды. Когда Анюта вернулась, уезжать собрался Кирилл Владимирович. Он попросил дочь быть особенно внимательной, учитывать на работе все нюансы, хотя знал, что дело в коллективе поставлено хорошо и его сотрудники Аню не подведут. Он оказался прав, неприятных сюрпризов за время его командировки не случилось, если не считать одного маленького ЧП. Как-то Анюта задержалась на работе и ворота ей открывал уже ночной сторож. Уставшая, раздраженная, Аня никак не могла дождаться минуты, чтобы тронуть машину с места. Ей казалось, что старик двигается, будто в замедленном сне. «Эй, дед, все, хватит, ты уволен!» не выдержав, крикнула она. «Если хочешь прибавку к пенсии заработать, то шевелиться надо. Не справляешься, иди на кладбище место приглядывай, а сторожей я помоложе найду. Убирайся немедленно!» Через неделю вернулся отец. Аня была поражена, когда он вошел к ней в кабинет со словами. «Ты почему уволила Михалыча?» Отец даже забыл поздороваться, так был взволнован. А Аня и не поняла сначала, о ком речь. «Кого? Этого деда?» – наконец сообразила она. «Да я вообще удивилась, что у нас этот пенек замшелый делает. Ему же лет девяносто уже, наверное!» «Аня?» – строго сказал отец. «Это все слишком серьезно. На бегу не расскажешь. Давай после работы посидим в каком-нибудь кафе поговорим. Мне даже дома поднимать эту тему не хочется, чтобы мама слышала наш разговор». Аня была настолько удивлена, что только лишь растерянно кивнула. Вечером, когда они оба освободились, отец отвез дочку в Магнолию. Это было очень дорогое кафе. Клиентов приходило немного, а вышкаленным официантам стоило только намекнуть, что не надо мешать разговору. Аня углубилась было в меню, изучая кулинарные шедевры, а отец заказал водки. «Домой машину поведешь ты». Кирилл Владимирович задумался, прежде чем начать. «Я хочу рассказать тебе о том, что было двадцать лишним лет назад». Когда молодой Кирилл привел домой Тасю, никто из его родителей не обрадовался. Достоинства девушки – тихая, скромная, слово поперек не скажет, берется за любую работу, да и внешне очень симпатичная. Они просто не заметили. Кириллу намекнули, что он выбрал «совершенное не то». Девчонка из бедной семьи, студентка пединститута, да таких пруд-пруди. Родители надеялись, что их сын рано или поздно женится на дочери их близких друзей. Лиля была и обеспеченной, и предприимчивой, пробивной. Словом, с такой боевой подругой не пропадешь. Но Кирилл даже не рассматривал другие варианты, кроме своей любимой. Почувствовав, что атмосфера дома накаляется, и его родители относятся к Тасе все более пренебрежительно, Кирилл снял квартиру и перевез туда жену. Родителей он теперь навещал сам, без Таисии. Любые же разговоры, если отец или мать пытались сказать ему что-то неприятное о супруге, сразу пресекал. Через годы родилась Аня. Ребенка молодая пара ожидала без всякой тревоги, не сомневаясь, что все будет хорошо. И Кирилл, и Тася оба не жаловались на здоровье. Но с малышкой почти сразу начались проблемы. Уже в первые месяцы жизни кожа Анютки стала покрываться волдырями. Не успевал зажить один, как появлялся другой. Волдыре со временем затягивались, оставляя после себя уродливые шрамы. Врачи ставили разные диагнозы. Малышку лечили не только в родном городе, но и в столице. Но никакие назначенные препараты не помогали. Девочка страдала от боли. Тася же плакала ночами, представляя, что в будущем дочери понадобится не одна пластическая операция. «Мне нужно было много зарабатывать. Мы с мамой собрались везти тебя в Израиль. Надеялись, что тамошние медики разберутся, что с тобой». Продолжал Кирилл Владимирович рассказ. «Тогда, в ту пору, и начался мой бизнес. Дома я бывал мало, мотался по всей стране, нашел тогда своих первых надежных поставщиков. А родители мои договорились с хозяином квартиры, что мы снимали, заплатили ему и пришли все вместе к твоей матери. Сказали ей, что я не в командировку уехал, а бросил Тася, потому что разлюбил ее. Да и сил у меня жить с ребенком уродом, будто нет». Хозяин попросил освободить жилье. Мужчина осушил очередную рюмку и продолжил. «Короче, мать твоя, которая была моложе, чем ты сейчас, оказалась на улице с тяжело больным ребенком на руках. Она даже вещей могла взять с собой самую малость, потому что не унесешь много одновременно с годовалой дочкой». Тася тогда поехала к дальней родственнице в деревню. Она была так потрясена и напугана, что боялась обратиться даже к моим друзьям за помощью. Она надеялась, что старенькая тетя Шура ее не прогонит. Но оказалось, что та недавно умерла, дом заколочен. Тася приютила на ночь соседка, а увидев твое личико, не стала ахать и охать, а посоветовала пойти к местному знахарю. Старик жил тогда в стороне от деревни в маленьком домишке на лесном кордоне. Удобств не было никаких, но знахаря это вполне устраивало. Зато вокруг раздолье, растут целебные травы. Михалыч сажал небольшой огород, держал пчел. Да и деревенские, которые приходили к нему лечиться, не жалели продуктов. Кто-то приносил молока от своей коровы, кто-то пироги или банку варенья. Не за каждый случай Михалыч брался, кому-то он отказывался помочь, сразу отправлял в больницу, но Тася не пришлось его умолять. «Мы с дочкой обошли всех врачей, никто ничего сделать не смог», – только и сказала она. И Михалыч заинтересовался этим случаем, выделил молодой женщине и ее дочке уголок в своем доме. Правда, сразу предупредил, что надеяться особо не на что, пообещал лишь облегчить муки ребенку. В ход пошли и ванночки с травами, и отвары, и настойки. Сначала Анютка стала лучше спать, теперь уже ее крики по ночам никого не тревожили. Потом настало время, когда перестали появляться новые уродливые волдыри на ее маленьком личике. Тася не знала, чем отблагодарить знахаря за помощь. Она бралась за самую тяжелую домашнюю работу, возилась в огороде. Михалыч посоветовал ей по воскресеньям ходить в церковь. «Проси Богородицу о помощи», – сказал он. «Не знаю, про какие там генетические заболевания тебе доктора говорили. Но, чувствую я, сделана на дочку твою, насмерть сделана. Порчу навели на нее. Шибко кто-то не хочет, чтобы она живая осталась». С тех пор Тася с дочкой можно было увидеть в маленьком местном храме в честь покрова Пресвятой Богородицы. Молодая женщина исповедовалась и причащалась сама и подносила к причастию малышку. Постепенно личико девочки стало очищаться. Словно бы яркое деревенское солнышко позолотило ее щеки загаром. Шрамы стали почти незаметны. Между тем Кирилл, вернувшись из поездки и не найдя жену с дочерью, едва не сошел с ума. Он отказывался верить объяснениям своих родителей. «Таська твоя сказала, что сил у нее больше нет с тобой жить. Не любит она тебя и не любила никогда. Ушла к своему любовнику, от которого дочку родила. Не твоя, Анютка!» Кирилл назвал это чушью и начал искать жену и дочь. На поиски ушло два года. Он обращался в детективное агентство, платил профессионалам, но ничего утешительного. Только время спустя удалось восстановить всю цепочку событий. И то, что Тася приезжала к тете Шуре, и то, что теперь они с дочкой живут на лесном кордоне. Когда Кирилл их отыскал, ему не пришлось даже долго просить прощения. Тася слишком хорошо знала, что за люди его родители, и поняла, что все происшедшее исключительно их рук дело. Впрочем, приложила к этому руку и Лиля. Очень уж ей хотелось выйти замуж за Кирилла. Она решила любым путем разрушить его семью и обратилась к потомственной колдунье. Пообещала немалые деньги и не придумала ничего лучше, как навести порчу на малышку. «Ничто так не отпугивает мужчин, как больные дети», – надеялась она. Но мужчина и не собирался уходить из семьи, и тогда вмешались его родители. Кирилл не знал, как отблагодарить Михалыча за помощь. Он мог только представить себе, насколько старику трудно жить в лесу, в домике без удобств, при этом не имея никакого постоянного дохода. Кирилл предложил купить Михалычу квартиру в городе и платить что-то вроде пенсии всю оставшуюся жизнь. Старик согласился лишь отчасти. Он сказал, что пока держится на ногах, будет трудиться, и попросил найти ему место. Работа ночного сторожа, которую предложил ему Кирилл, его вполне устроила. Кирилл подарил знахарю и небольшую квартирку. «Понимаешь теперь, чем вы с мамой обязаны этому старику?» Тихо спросил Кирилл Владимирович дочку. «Обе жизнью. Куда бы вы делись зимой без крыши над головой, а ты еще и тем, что выросла красавицей, что не пришлось тебе без конца бегать к пластическим хирургам?» Ане даже дыхание перевести было трудно. «Я поеду к нему, к Михалычу. Дай мне его адрес, пожалуйста», – попросила она. «Нет, я одна поеду. Это моя вина. Мне и надо просить прощения». На другой день с раннего утра она робко звонила в дверь квартиры на первом этаже. Михалыч открыл ей не сразу. Сначала она услышала шаркающие шаги. «Ему уже и ходить трудно», – покаянно думала девушка. А я требовала, чтобы он бегал, открывая эти треклятые ворота. Когда старик наконец распахнул перед ней дверь, Аня, вытирая слезы, в сбивчивых словах постаралась вымолить себе прощение. Но Михалыч смотрел на нее без всякого упрека. «Посиди со мной немного, девочка», – сказал он. «Я редко тебя видел за эти годы, а мне хотелось поближе посмотреть на тебя. Я рад, что у тебя все хорошо. Много лет я лечил людей, старался им помочь. Но не было у меня более трудного случая, чем твой. Мать твою мне было очень жалко. Она только тобой и жила тогда. Если бы ты умерла, она бы совсем одна осталась на белом свете». «Но я…» «Я выгнала вас на улицу», – всхлипывала Аня. «Время уж пришло», – вздохнул Михалыч. «Ничего в жизни не бывает просто так. Я уже и сам чувствовал, что не хватает мне сил трудиться более. Теперь пусть кто-то помоложе не спит ночами. А твой отец мне много помог. И пенсию я сейчас получаю социальную. Так что не кори себя, деточка». С тех пор Аня забегала к Михалычу часто, а ранней весной, когда старик простудился и слег, настояла, чтобы он переехал к ней. «Может, лучше к нам с мамой, Анюта?» – спросил отец. «Нет, ко мне», – покачала Аня головой. «Ты все эти годы о нем заботился, а мне хоть бы немного успеть что-то сделать для него». И она несколько недель самоотверженно ухаживала за стариком, пока тому не стало лучше. Странная штука жизнь. Аня так хотела жить самостоятельно, отдельно от родителей. Но теперь, когда она возвращалась домой и знала, что ее ждут, ей словно бы теплее становилось на сердце. Все эти годы Аня поддерживала отношения с дедушкой и бабушкой, родителями отца. О прошлом ей решили не рассказывать. Изредка бывала у них в гостях, дарила подарки на дни рождении, от них тоже получала какие-то презенты. Но теперь, когда раздался звонок и на телефоне высветился знакомый номер, она нажала на отбой. «Иначе, чем чужими, воспринимать этих людей она теперь не могла». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова